Всем привет! В Оазисе Брукаши есть интересная загадка, связанная с роскошным сундуком и феями. Давайте ее и рассмотрим. Я сейчас нахожусь недалеко от данного телепорта. Вот здесь вот. Нам нужно будет идти вон там, где фея одна летает. Одно небольшое уточнение. Вот эта загадка, связанная с этими мошками, да, я разгадал ранее. Поэтому для того, чтобы разблокировать феи, летающие над ними, вам надо будет сначала решить головоломку с ними. У меня есть отдельное видео. Сначала я полностью решил все головоломки. Они, кстати, здесь по кругу полностью расположены в четырех точках. Феи будут летать, как я понимаю, тоже между ними. Это важный момент. Поэтому сейчас у меня они разблокированы все. И давайте начнем. Посмотрим, что же... Так, куда она прилетела? Я ее потерял. А вот, вот, появляются порталы. Или как они, даже не порталы, а... Сейчас посмотрим. Ага. Не даже управлять не надо ничего, да, смотрите. Я руки убираю. Она летит сама за феей, эта мошка. Они же так называются, да? Я же правильно понимаю. Как я знаю, по идее, мы должны будем посетить четыре места, где находится фея. Ну, а одна из них сейчас, конечно же, летит с нами. Она должна приземлиться в следующем месте и со следующей точки. Вон, кстати, да, да, я прав, действительно. Слушайте, интересно. Это очень интересная загадка. И еще самое интересное будет после. В конце. Там будет очень сложное испытание. Самое сложное испытание, по-моему, в обновлении 3.6. Так, а что будет? Ага, автоматически. Все, я понял тебя. Ладно, сундуку заберем, конечно же. И запускаем второй фе. Да? Она, по идее, нам тоже должна открыть портал, да? Или нет? Или да? Да, точно, она открывает. Полетели. Просто смотрим на эту великолепную красоту. На этот ландшафт. На этом наслаждаемся этой прекрасной музыкой, да? Я в предвкушении. Получим мы все-таки роскошный сундук или нет? А, я даже вижу, где она сейчас приземлится. Смотрите. Кстати, да и как я понимаю, здесь, смотрите. Вот видите, можно на пробел нажать и вернуться в нормальное состояние. Здесь не имеет значения, кем вы передвигаетесь. Главное догнать ее. Ух ты, охотник за... Прекрасно, это замечательно. Можно, конечно же, и просто персонажами бежать. А можно через... С помощью превращения лететь за ней на автомате. Кому как нравится. Не, если бы, конечно бы... А, она остановилась сверху, видели, да? Я бы тогда не смог бы просто ее... Мне надо было бы лазить здесь, чтобы до нее прикоснуться. Но в этом, конечно, есть свой минус. Это на тот случай, если вы случайно нажали на пробел, да? И превратились в своего персонажа. Назад дороги, конечно же, нет. Вам придется, наверное, скорее всего, бежать обратно к этому порталу. И сзаванного начинать все. Но... Смотрите, вот я... Она, по идее, остановится, да? На секунду. Видите, она остановилась. Да, это означает, что в любом случае надо было бы лезть вверх. Так, это у нас какая уже? Третья, да, получается. Запускаем. Она же вернется на то место, где мы и начинали. Точно. Она сделает, получается, все феи сделали полный круг. Да, действительно так. И знаете, разработчики даже очень неплохо создали этот путь, потому что они пролетают на такие места, например, как вот этот вот водоем. Водоем в виде сердца. Я уже говорил в своем видео, то здесь можно получить дополнительный сундук, если вы пригласите друга вместе, зайдете в этот водоем одновременно и получите сундук дополнительный. То же самое, как мы получали роскошный сундук и достижение на острове, где в виде камня нарисовано сердце. Это полный аналог. Только здесь не роскошный сундук там дают, по-моему. А богатый, если не ошибаюсь. Так, ну что? Мы завершили все это. Теперь приступаем к самому сложному этапу. Видите? Она сразу камера поворачивает, говорит, типа, там еще один портал открылся. И нам нужно зайти туда. А вот здесь начинается самое интересное. Давайте я на Кадзуку на всякий случай перейду. Ух ты. 78 штук за 5 минут, что ли, мне нужно собрать. Вы серьезно? Но это будет... Я про это вам и говорил, что будет очень сложно. Зато самое интересное... Ой, самое интересное испытание получается. Здесь главное не ошибиться. Она сама летит. Она сама летит? Так. Здесь тоже нельзя торопиться, потому что все эти штуки находятся выше, чем эти грибы, поэтому надо в любом случае подпрыгнуть, а потом только лететь вперед. Если я хоть одну пропущу, то все, и это будет провал полный. Здесь очень внимательно за этим надо следить. Времени вполне хватает, как я понимаю. Мы даже половину не потратили. А, больше половины собрали, заметьте. Я же ничего не пропустил, да? Будем надеяться. Мне кажется, все будет... Смотрите, фии в одну сторону улетели, а мы испытание, получается, проходим в другую. И вернуться должны на то же место, нет? Где все и начиналось, хотя... Ну, близко, по крайней мере. Мы почти прилетели до того места, где все начиналось. Ух ты! Так. Десять остается. Руки прочь. Все, сама полетела. Последний... Да, все! О, да, слушайте, ну... Вот как-то так. Не забываем, ребят, подписываться на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Для меня это очень важно, если вы подпишетесь на все. Прямо сейчас заходите в описании, нажимаете на каждую ссылочку, переходите, подписывайтесь. Пишите комментарии, всегда ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца, для меня это очень важно. Увидимся, пока-пока. Ух ты, почти уже 59-й, кстати, уровень.